Скифия по Геродоту Скифия по Геродоту была в виде четырехугольника с одинаковой швиной и длиной. С запада граница Скифии шла по реке Ист, Дунай, а с востока по реке Танаиз, Нижний Дон и Северский Донец. Река Борисвен, Днепр и город Ольвия были расположены посредине скифской земли. Царские скифы и скифы-кочевники проживали в Приазове, на Нижнем Днепре и Степном Крыму. Исследователи определяют, что сами эти народы относились к ираноязычному населению, а царские скифы-кочевники были племена, которые покорили все эти местные народы. Кальпиды проживали на Правобережном Причерноморье. По мнению ученых, кальпиды были смешанным греко-скифским народом, так как проживали совместно с греками и имели греческое культурное влияние, и создавали совместные с греками семьи. С севернее кальпидов и скифов-кочевников на Правобережной и Левобережной лесостепи современной Украины проживали скифы-пахари и скифы-земледельцы. По мнению ученых, эти племена можно отнести прославянскому населению. Они занимались земледелием и платили дань царским скифам. Сарматы разговаривали на скифском языке, но и Геродот скифам не относит. Сарматы имели свои земли и были врагами скифов. Скифы поклонялись богу войны Аресу. Это был очень воинственный народ, который оставил свой отпечаток истории будущего государства Руси и Украины. Скифская культура и государственность берет свое начало в 8 веке до нашей эры. Исчезает в 3 веке нашей эры. Наши предки скифы не только контролировали земли современной Украины. Они эти земли умело защищали и побеждали сильных врагов того времени. В 1513 году до Рождества Христова войска под руководством персидского царя Дария вторглись в страну наших предков Скифию. Скифский царь Индонфирс принял решение не вступать в открытый бой с мощной армией персов. Наши прадеды начали отступать, избегая прямых боевых столкновений с врагом. Отступая, маневрируя скифы, все время неожиданно атаковали персов и наносили им значительные потери. После сокрушительных атак скифов, которые наносили серьезные потери, изможденное и деморализованное персидское войско было вынуждено бежать. Сам персидский царь Дарий в той войне чудом выжил. В 331 году до н.э. войска Александра Македонского перешли границы государства Скифии. Греческими войсками командовал полководец Заперион. Войска греков подошли к скифскому городу Ольвия и взяли этот город в осаду. Власть города освободила рабов. За оборону города обещала всем свободу. Ольвия оборонялась, и греки безуспешно атаковали этот город. Между тем, с тыла греков все время атаковали войска скифов. Получив значительные потери, греки начали отступать. Войска непобедимой армии Александра отошли к Дестровскому лиману, где были атакованы скифами и наглого разбиты. Погиб в этой битве и сам полководец Заперион. Это была большая победа наших предков над греками, которая облетела в то время весь мир. Во времена римского императора Трояна в 98-117 году н.э. Римская империя захватила много земель и завладела также землями Дакии, современной Румынии. Римские легионы пытались двигаться дальше, но в скифских лесах и степях встретили жестокое сопротивление. Скифы все время неожиданно нападали на римские легионы, также неожиданно исчезали. Чтобы сохранить свои оккупированные территории от скифов, император Троян приказал построить укрепления, которые вошли в историю как Трояновые валы. Эти валы находятся на восточных землях современной Украины. Они также есть в Молдавии и Румынии. Эти валы свидетельствуют о мощи и могуществе скифского государства, которое заставило римлян не наступать, а обороняться. Упадок в Скифии начался примерно в конце 2-го или в начале 3-го века. Скифские степи опустили. Народ переместился в лесную часть государства. Города скифов были превращены в руины. Причины упадка Скифии – это внешнее вторжение сарматов или внутренняя борьба за власть. Времена гунов и готов в 3-м веке н.э. также нанесли большой урон Скифии. Но историки до сих пор не могут точно сообщить причины упадка скифского государства. Но несмотря на то, что скифское государство было уничтожено, историки-летописцы того времени будут еще долго нашу землю называть Скифией. Скифия оставила большой след в нашей истории и истории всего мира. Продолжение следует...